ПЕСНЯ 19 августа Православная Церковь отмечает праздник Преображения Господня. В этот день верующий вспоминает евангельскую историю, когда на горе Фавор апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели Господа Иисуса Христа преображенным во всей божественной вечной славе. ПЕСНЯ Святые отцы напоминают, что без преображения Господня невозможно понять сущность христианства, потому что цель жизни христианина – стяжание благодати Святого Духа, той благодати, которую апостолы имели возможность увидеть на Святой горе. Многие важные события, связанные с домостроительством нашего спасения, проходили на разных горах. На горе Синайской святой пророк Божий Моисей получил скрижали Завета Ветхозаветного. На горе Брисгинесаретского озера, на небольшом холме, Господь произнес свою проповедь, которая именуется Нагорной. И на горе Голгофе Господь принес жертву за весь мир и за каждого из нас. И вот сегодня вспоминается событие, которое также было на горе. По преданию церковному на горе Фаворской это происходило незадолго до крестных страданий Господа Иисуса Христа. На протяжении уже трех лет ученики, святые апостолы, были слышателями слов Христа Спасителя, были свидетелями многочисленных чудес, которые Он совершает. Им казалось, что эта великая радость общения с Божественным Учителем будет с ними всегда. Им казалось, что они пребудут в этом состоянии постоянно, и ничто не случится ни с Ним, ни с Иисусом Христом. Между тем, Господь несколько раз уже предупреждал их о том, что они сейчас восходят в Иерусалим, и там Господу следует пострадать. Каждый раз эти слова Господни, они воспринимают с определенным протестом. Они говорят, да не будет с тобой така. Им кажется, что это невозможно. Им кажется, что это совершенно не нужно. Но, тем не менее, свершиться тому, что должно было быть на Голгофе, было абсолютно необходимо. И вот Господь возводит трех своих учеников, Петра, Иоанна и Иакова, на Фаворскую гору, и там преображается пред ними. До этого апостолы постоянно общались с Господом. Они видели Его, они Его осязали. Они понимали, что перед ними необычный человек, перед ними тот, кто может свершить любое чудо. Но в то же время они не могли почувствовать великую божественную славу, которая окружает Господа. Господь, воплотившись, соединял в себе божество и человечество. И вот свидетелями этого человечества, сопряженного с даром чудотворения, были святые апостолы. Но, тем не менее, они не могли еще почувствовать, лицезреть, понять, что Господь пребывает в божественной славе, что Господь одновременно человек и Бог. И вот для того, чтобы укрепить их веру, прежде всего перед тем, как им следует стать свидетелями его гепсиманских борений, свидетелями суда у Пилата, свидетелями голговской жертвы, свидетелями его смерти, для этого, чтобы они, как говорится в песнопении церковном, были уверены, что Господь принимает эти страдания добровольно, по своей воле. Для этого Господь и укрепляет их веру. Он показывает себя в божественной славе. Господь преобразился перед ними, лицо его сияло, как солнце, одежды сделались белыми, как снег. Ему явились святые пророки Илья и Моисей. Они беседовали с Господом о предстоящих ему страданиях. Так Господь укреплял их веру. Так Господь показал им, что Он восходит в Иерусалим, что Он восходит на Голгоху, восходит на страдания добровольно, по своей воле. Этим трём ученикам было сказано, что они не должны никому говорить о том, что они видели до момента Его воскресения. Но сейчас мы знаем, знаем из их свидетельства, знаем из свидетельствов и свидетельств святых евангелистов об этом чуде, о чуде преображения Господня на Паворской горе. Великие скорби сопровождают жизнь каждого христианина. В мире скорбны будете. Более того, каждое столетие, десятилетие, каждый год и каждый миг происходят какие-то потрясения, которые в той или иной мере сказываются на состоянии Церкви Божьей. Но нам не следует отчаиваться, видя и бывая свидетелями этому. Нам следует помнить, что после страданий, после скорби, после испытаний нашей веры наступает великое преображение. Это преображение конца мира, когда Господь творит всё новое, когда Господь творит новый мир, который будет пребывать в Его Царстве. Аминь. Праздник преображения особенно любимый, почитаем среди православных христиан. Его народное название – «Яблочный спас». Он знаменует собой начало русской осени. И не случайно многие верующие пришли сегодня в храмы с первым урожаем – плодами яблок, груш, винограда. В праздничный день преображения Господня в историческом парке «Россия. Моя история» состоялось громкое открытие выставки «Голоса». Связана она с храмами России и посвящена истории русского колокольного искусства. «Голокол» – это голос в церкви. И чем больше праздник, тем ярче звон. И люди, которые просто даже услышат звон, они начинают даже мало следующее в этом. И то могут предположить, праздничный ли это звон, или скорбный, будничный, или такой велико торжественный. Поэтому и узнать об этом. А смотрите, у каждого осколка колокола или языка, или еще чего-то своя очень интересная история. Всего в экспозиции представлено 10 колокольных комплексов, рассказывающих об основных фактах истории колокольного искусства России. На мультимедийных экранах представлена информация об особенностях литья колоколов и истории известных колокольных заводов России. В частности, колокола литейного завода Петра Гилева «Сыновей», который действовал в Тюмени с 1894 года. Проект «Просветитель». Мы говорим не просто о том, что здесь необходимо, но о том, что, в принципе, колокола, колокольные голоса, не случайно, как называется, голоса, в русской истории, в русской культуре, в русском искусстве, вообще в самосознании нашего многонационального народа, они занимают поистине сакральное значение. И приоткрыть частичку этой великой тайны мы сегодня и хотим. Ожившая и зазвучавшая история 19-20 веков представлена также коллекцией отдельных предметов – колокольных языков, подвесок, одежды, звонарей и сохранившимися фрагментами разрушенных колоколов. Особый интерес у гостей выставки вызвал рассказ об особенностях профессий литейщика и звонаря. Примечательно, что при храме во имя Михаила Архангела уже более 20 лет существует школа звонарей, где каждый желающий может освоить редкую и интересную профессию. Новосибирское православное духовное семинарие высшее учебное заведение Русской Православной Церкви готовит священнослужителей и религиозный персонал православного вероисповедания с присвоением выпускникам квалификации «Бакалавр богословия» и «Бакалавров» по направлению Федерального государственного образовательного стандарта «Теология». Во время обучения семинаристы изучают священное писание, богословие, историю церкви, богослужение, древние языки, философию и другие дисциплины. Подготовку студентов к будущему служению Богу, Церкви и Отечеству обеспечивает высококвалифицированный профессорско-преподавательский коллектив. Многие из педагогов имеют церковную или светскую ученую степень, докторов и кандидатов богословия и докторов и кандидатов наук. В семинарии проводятся научно-просветительские конференции и семинары, епархиальные молодежные слеты и форумы. Преподаватели и студенты принимают участие в международных и общероссийских конференциях. Учащиеся активно участвуют в богослужебной, культурной и образовательной жизни метрополии, реализуют полученные знания в различных направлениях деятельности семинарии, катехизаторской, миссионерской, социальной работе. У семинаристов есть возможность активно заниматься спортом в собственном спортивном и тренажерном залах, играть в футбол и участвовать в межепархиальных соревнованиях. При семинарии действуют кафедры церковного богословия и гуманитарных дисциплин. Формы обучения – очная и заочная. На подготовительном отделении учатся один год, срок обучения по очной форме – четыре года. Для студентов очной формы обучения предоставляется бесплатное проживание, питание, форменная одежда и стипендия. В семинарии принимаются православные христиане мужского пола в возрасте до 35 лет, имеющие среднее общее образование, холостые или женатые первым браком. Желающие поступить на первый курс проходят следующие вступительные испытания – русский язык, история, основы православного вероучения. При поступлении учитываются результаты ЕГЭ. Поступающие на подготовительный курс проходят только собеседования. С 2017 года для всех желающих получить начальное богословское образование при семинарии действуют годичные богословско-катехизаторские курсы. На эти курсы принимаются православные христиане мужского и женского пола с высшим, средним или неоконченным средним образованием. При поступлении все проходят собеседование. В этом году, ввиду особых условий, собеседование и прием документов для поступления и вступительные экзамены будут проводиться дистанционно. Здравствуйте, братья и сестры! В нашей программе, как обычно, ваши вопросы. На мысли о силе Иисусовой молитвы навел меня вопрос взрослого сына. О каком помиловании ты просишь? Спросил он меня. И действительно, в чем мы просим Господа, повторяя постоянно одни и те же слова? Господи, помилуй! Вот эта удивительнейшая молитва. Самая короткая, какая только может быть. Господи, помилуй! Обращаемся мы к Господу и просим милости. Что такое милость? О какой милости мы говорим? Помилование и милость. Помилование в чисто уголовном понимании. Это вот преступника помиловали, отменили наказание. Но мы же здесь говорим несколько о другом. Помилуй, прояви милость, милосердие, милое сердце. Ведь здесь же нечто большее, чем просто, ну так и быть, я тебя освобождаю от наказания. Нечто большее. Причем, это слово помилуй, оно ведь происходит, это прямая калька с греческого, с греческого кири элейсен. Греки молятся, кири, господь элейсен. Элей, корень слова. Ну, в магазинах вот мы смотрим, стоит масло. На места элей. Елей, масло, по-гречески елей. То есть грек просит у Бога излить на него масло, когда он обращается к нему, к кири элейсен. Здесь мы обращаемся, вспоминаем евангельскую притчу о милосердном самарянине. Когда избитый, израненный человек был облагодетельствован самарянином, который на его раны возлил вино, естественно, антисептик, и, смазав маслом, перебинтовал рану, посадил на своего сла, отвез в гостиницу, проявил милость. То есть, когда грек говорит кири элейсен, он говорит, Господи, я лежу избитый, израненный, умирающий, помоги мне, исцели мои раны. То есть, измени меня. Когда мы говорим, Господи, помилуй, мы должны понимать, что наше падшее человеческое естество само по себе не может преобразиться в святыню. Мы просим у Бога помощи, милосердия, исцеления. Мам, папочка, помогите мне, там пальчик полезло, говорит, сыночек, вы ему обработаете перехосеводорода, замотаете бинтика, заклеите лекопластырем, исцелите его. Вот точно так же и здесь мы обращаемся к Господу. Это не помилование, а это мы ждем у Бога милости, помощи в исцелении наших духовных ран, преображении нашего падшего естества. Вот что означает эта молитва. Господи, помилуй. Еще вопрос. Господь, любящий и милосердный, Твое благо Тебя наказывающий. Разве это справедливо? Вот вопрос такой часто появляется у нас. Что такое? Почему Бог нас наказывает? Но представьте, если мы, например, не будем указывать своим детям, что им делать, как им себя вести, как им жить вообще на белом свете. Ну, давайте до абсурда, дойдем до полного. Перестанем вообще воспитывать своих детей. Или учить их в школе. И говорить им, что 2 ж 2 4. Нет, 2 ж 2 может быть сколько ты хочешь, у нас же нынче свобода. И вот Господь, поймите, наказание не надо понимать, как обязательно в уголовном смысле. Вот наказание, вот побить тебя надо, в тюрьму посадить. Да нет, наказание Господне, Господу мы не безразличны. Поэтому Господь часто посылает нам те или иные, в том числе и неприятности, которые корректируют наше поведение. Куда ты полез? Только подумал плохое за мысль, тут же случилась какая-то неприятность. А зачем ты пустил грех в свою душу? Ты потерял помощь Божию. Вот как дети наши, вот идет ребеночек с папочкой, с мамочкой за ручку. Вдруг он руку вырвал, побежал куда-то, упал, споткнулся по ребре, колено разбил, кровища хлещет. А, плачь, кто виноват? Вырвался из руки Господней человек и побежал грешить. И вот Господь посылает его, может быть, даже то, на что он наткнется, ударит, сышку набьет. Ой, мамочка, папочка, и залезет к ним на ручки. Вот так и мы тоже. Встречаясь с теми лидными неприятностями, вдруг спохватываемся, мы оставили Господа. Мы бросили его, убежали в страну далекую, и там сейчас претерпеваем разного рода неприятностей. Возвращаемся к Господу, залезаем к нему на ручки. Господи помилуй. Так вот, милосердие Божие проявляется в том, что мы Ему не безразличны. А мы ищем примитивный справедливость. Вот, Господи, ты нас любишь? Вот давай пускай булки с неба на нас сыпятся. Сам-то ты многое что-нибудь для Бога-то, для других людей ты сделал, чтобы на тебя излилась. Материальная благодать. Еще вопрос. Что делать, если сын-дошкольник в какие-то моменты перестает тебя слушать? Я переживаю, когда он проявляет излишнюю самостоятельность на улице, в магазине, в играх. В храм ходим, в воскресную школу, замирает, слушает чтение Писания, а потом раз и в сторону. Ну, что ж, поделаешь. Понимаете, вот батюшка Серфим Саровский говорил так. Мир меня ловил, ловил, да не поймал. А вот наших детей мир ловит. Я, как тоже говорил эту фразу, вспоминал. Наши детей выдергивают все время в сторону. Ну, во-первых, вы тоже сами-то в истерику-то не впадаете. Это нормально. С себя вспомните. Неужели забыли? Когда вы были в юном возрасте, тоже себя считали достойным членом общества. Сегодня я понимаю, что я балбесом был в 10, 12, 20 лет. Там вообще мало чего понимал в жизни. Однако же мне слова не скажи поперек. Поэтому и сегодня особо не переживайте. Надо давать ребенку самостоятельность. Но вы знаете, вот предыдущий вопрос очень, может, поможет нам ответить. Вот надо давать, но далеко не отпускать. И ребенок будет наталкиваться на те или иные неприятности и говори ему, знаешь, вот посмотри, обрати внимание, да, вот как произошло. Вот ты сделал по-своему. Но, к сожалению, плохо подумал. У тебя нет еще житей скопта, который есть у меня. И вот получилась та или иная неприятность. Давай-ка вот как-то договоримся, что ты будешь советоваться со мной. Я не буду навязывать свое мнение. Но надо с ребенком иметь хорошие дружеские отношения. Надо, чтобы ребенок тебе доверял. А наша излишняя гиперопека, наша излишняя вот это вот заставление, наставление, указание, придирки, они отторгают от нас, наших детей, они перестают нас слушать. Поменьше нужно мелочных придирок, а больше заботятся. Соглавное, вот священное писание и жизнь церковная гораздо больше может дать, чем наши мелочные придирки и советы не всегда обдуманные, в которых часто говорит гордыня наша родительская, а вовсе не любовь к своему ребенку. Еще вопрос. Почему люди, причинившие страдания другим, нажившиеся незаконным образом, обманом, живут и процветают, имеют доступ ко всем благам, передовой медицине, имеют охрану, прочие радости, живут, делают все пересадки сердца, никакая кара небесная их таких не достигает. Почему? А все очень просто, Господь нам показывает, вот смотрите, как можно жить, а можно жить иной жизнью. Разве мы не знаем жизнь святых? Не знаем, про это интернет, телевизор не рассказывает, анекдоты про это не ходят. Вот надо искать святости, и ты увидишь, что есть святые люди, которые точно так же живут счастливо. Только их счастье не в материальных достатках. Богатые тоже плачут, уверяю вас. И вот эти бесконечные гонки за медицинскими новыми препаратами, за пересадками, за имплантациями и все остальное, это же попытка обмануть биологию, обмануть законы природы. Богатые не верят. Думаете, я несчастливый? Хо, уверяю вас, никакого счастья нет. Как коррупционер, который сидит, ждет, боится, когда к нему придут. А честный человек, чего бояться-то ему? Только что если он дорогу нарушит, право дорожного движения, его там милиционер на 250 рублей штрафует. А больше страхов особых-то нет у честного человека. Поэтому об этом, прежде всего, думайте. И очень часто Господь, кстати, если говорить серьезно, еще более серьезно, очень часто Господь именно злодеям дает жизнь долгую. А как знать, а вдруг злодей покаяться? Были и такие примеры. А если внимательно присмотреться к жизни злодеев вот такого мирового масштаба, я где-то даже встречал такое описание, краткая биография злодеев. Как они окончили свою жизнь, в каких страшных муках. Ну, нашего хотя бы Ленина посмотреть, как он закончил свою жизнь. И таких примеров огромное количество. В беснованиях, в страшных муках они оканчивают свою жизнь. Поэтому не завидуйте к сегодняшнему, в мнимому, кажущемуся благополучию. Никакого там благополучия нет. А что ждет в конце, какая, какую кару они сами себе уготовили, про это лучше и не говорить. Еще вопрос. Бывает не вслуха, внутри себя сильно раздражаюсь на очень близких людей. Не достается порции моего гнева, но потом переживаю свои отвратительные мысли. И это разрушает меня. Даже не знаю, стоит ли об этом говорить на исповеди. Вроде не успела даже обидеть никого. Вы понимаете, какая штука? Вот то, что грех не случился, вот реальный, но внутри вас он уже был, это ведь тоже грех. Ну, аскетика различает, скажем так, движение сердца, такой прилог, склоняется человек к гневу, к раздражению. Потом это еще не грех, это только вот такое мановение. Человек отсекает молитвы, да куда это меня потащило. А бывает человек начинает внутри себя мысленно грешить, он начинает рассуждать, размышлять о плохих людях. Как бы плохих, как бы им сделать плохо, да такие они мерзавцы, да я тебе потом сдерживается. Да что ж, меня же могут в ответ и поколотить, дай-ка я лучше сдержусь и не скажу все, что я думаю об этих людях. А грех-то уже совершен. Как внутри тебя есть царство небесное, внутри тебя есть и грех. Сорняки и душат то доброе, что есть тебе. Поэтому есть навязчивые, есть мысли, навязчивые негативные отношения к людям, раздражение, гнев внутри себя, не проявляющиеся к счастью, к счастью в словах или в делах, это все равно уже грех, он уже пояснился в твоем сердце. Поэтому нужно говорить об этом на исповеди, о тех грехах, в которых ты мыслях, в которых ты тетешкаешь в своем сердце, лелеешь их и размышляешь о них. Грех, который только чуть коснулся твоего сердца, еще не грех. А вот если ищешь повода согрешить, то это уже, к сожалению, проявление греха в твоем сердце. Давайте обратимся к чтению Евангелия, предлагая нам церковь сегодня. Сегодня это строки из 18 главы Евангелия от Матфея. Снова мы слышим удивительнейшую притчу. «Уподоблю Царство Небесное, говорит Господь царю, который хотел сосчитаться с рабами своими. Начал он считаться, приден был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. И как он не имел чем заплатить, государь приказал продать его и жену, и детей все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и кланяясь, говорил ему, государь, потерпи на мне, я дам тебе все, заплачу. Поэтому государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и весь долг ему простил. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и схватил его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ упал к ногам, его умоляя, и говорил, потерпи на мне, я все отдам тебе. Но тот не захотел, и пошел, посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи, видев произошедшее, очень огорчились, и придя, рассказали государю все бывшее, тогда государь его призывает и говорит ему, злой раб. Ведь весь долг тот я простил тебе, посему не надлежало, потому что упросил меня, не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя. И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату своему согрешение его. Долги. Вот Господь уподобляет наши грехи долгу. Наши долги перед Богом, если вот серьезно задуматься, вспомнить всю свою жизнь, они безмерны. Десять тысяч талантов, вот десять тысяч мерок серебра, десять тысяч – это невероятный долг, который имел тот раб перед своим господином. И понимает Господь, что никогда он не отдастся. Что ты можешь сделать, чтобы всю свою жизнь переменить? Простил Господь долг. Тому человеку. А он, выйдя наружу, увидел того, кто должен был сто динариев. Ну, вот грех, который кто-то имеет по отношению к нам, не только мы виноваты перед кем-то и перед Богом. Кто-то виноват и перед нами, вопросов нет. Да, есть такие люди недостойные, вспоминая, которых наше сердце преисполняется ненавистью, гневом и раздражением. Они в чем-то провинились перед нами. Ну, как безмерны эти грехи? Мои, вот этот гигантский грех перед Богом, перед тысячами людей, которых я в свое время обидел, и грех, который мне там кто-то меня задел, кто-то меня обидел. Сто динариев. «Док схватил, стал душить, убью, пока не отдашь. Если не отдашь долго, задушу». Да что ж такое-то? Государь говорит, я ведь 10 тысяч талантов тебе простил. Чего ж ты-то не помиловал брата своего? Ведь если я добр, ты ведь так же должен был поступить, как и я. Господь по отношению к нам добро прощает нам наши грехи, почему мы-то не способны простить других? Что ж мы раз за разом возвращаемся к раздражению, к ненависти, по отношению к своим ближним? Наши грехи преисполняются, и потом возьмет нас Господь и в преисподнюю отправит. Да, пока не отдашь до последнего, Конрад. Как ты отдашь, если уж уже к тому времени в преисподней находиться? Поэтому старайтесь все-таки прощать людям согрешения, направленные против вас. Раздумайте сами, перед сколькими ли мы виноваты, у которых уже и прощение-то не попросить и не исправиться этой беды. Как мы виноваты перед Богом? Вот этот долг наш перед Богом, может быть, заставит нас простить. Ведь Господь же милует нас и прощает нас. И каждое утро встает солнышко. Прощает нас, так может, нам стоит простить наших ближних и родных, которые нас чем-то задели. Помоги Господе. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-4904. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»